День российской науки был учрежден приказом президента в 1999 году, учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества. Этот день стал профессиональным праздником для представителей всего научного сообщества, куда входят и вузы страны. Как сегодня отмечали праздник в Адыгейском госуниверситете, расскажет Елена Юсов. День российской науки в Адыгейском госуниверситете отмечают традиционно фестивалем «Наука-Град». Уже несколько лет подряд вуз собирает лучших школьников из всех районов республики, даже соседнего края, на своих площадках. Нынешний «Наука-Град» получился особенным. Количество демонстрационных станций было увеличено до 50, и побывало на них рекордное число участников – около 800 школьников. Форматы нашего мероприятия сегодня очень разнообразны. Это и мастер-классы, и практикумы, и квизы, и викторины. Мы именно выбрали такую стратегию, чтобы вовлечь ребят в разного рода действия, интерактивы, чтобы они не просто скучно сидели на лекции, слушали, а участвовали во всех интересных мероприятиях нашего университета. Организаторы разбили площадки по тематическим блокам. Всего в АГУ их 15 – от лингвистики, математики и IT до физической культуры. А есть направления, где всё это ещё и умудряются совмещать. Например, эта площадка – математика спорта. Здесь ребятам объясняли, чем занимается лаборатория спортивных наук и в чём прикладное значение полученных здесь научных изысканий, над которыми работали в Содружестве с Федерацией Велоспорт ДГЭМ. Вывозят именно мышцы, а потом нужно включать голову, нужно понимать, как выстраивать тренировочный процесс, как вести гонку именно на трассе, потому что велоспорт – это обычно не спринт какой-то, а многодневные, многочасовые гонки, и там нужна тактика и стратегия. В соседней аудитории готовили 3D-печать – одно из самых востребованных современных направлений. 3D-печать, я полагаю, это всегда интересно, потому что это что-то новое, это какие-то развивающиеся технологии, в которых мы будем работать в будущем. Поэтому и пришёл сюда посмотреть на различные технологии. Насколько я знаю, тут не только 3D-печать, тут ещё разные другие кластеры. И интересно посмотреть вообще, чем люди здесь занимаются. Ну и, конечно, куда без самых зрелищных – химических лабораторий. Сегодня в пробирках здесь рождались цвета радуги. Сейчас мы побывали на опытах, посмотрели на различные опыты. Было очень интересно увидеть результат. Научно-популярный интерактив получился настоящим праздником. И, похоже, главная его цель была достигнута – вовлечь и заинтересовать. Ведь многие из этих старшеклассников станут студентами вуза Актота и продолжат начатые здесь научные проекты. Елена Юсов, Виктор Бердасов, Вести, Адыгея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова